И у нас сейчас есть возможность выслушать каждого из них, и они нам скажут, что они думают о том, что происходит в Украине. Сергей Исаков. Добрый день, уважаемый Николаев. Прежде всего я хочу сказать, что все 20 лет независимости нас разводили. Разводили по разным баррикадам, когда предлагали делать выбор между коммунистами и демократами. Разводили тогда, когда предлагали делать выбор между НАТО и не НАТО. Разводили и продолжают разводить языком, проблемой, которой практически не существует, но на каждых выборах она всплывает. Разводили в прямом смысле слова, как котят, как сказал один классик партии регионов. Мы против нее. Я имею ввиду события, произошедшие в городе Одессе. Когда происходили события в Крыму, казалось, что это далеко. Что до нас добраться нужно еще пройти целую Херсонскую область. Но Одесса совсем рядом. Поэтому каждый николаевец и особенно кандидаты на пост Николаевского городского головы должны для себя определить, с кем они. С Украиной без всяких полутонов или нет. И в таких условиях, фактически предвоенных условиях, дело чести каждого кандидата на должность Николаевского городского головы отказаться от нечестных правил ведения предвыборной борьбы. И я предлагаю всем кандидатам следующий меморандум о честной конкуренции на выборах городского головы Николаева. Мы, кандидаты на должность городского головы Николаева, разделяя стремление украинского народа к формированию цивилизованного общества, используя демократические ценности, берем на себя обязательства в приведении предвыборной агитации не прибегать к грязным технологиям, подкупу избирателей, не использовать административный ресурс и другие запрещенные приемы. Всемирно способствовать честному и свободному волеизъявлению Николаевцев на выборах 25 мая. Мы обязуемся в случае победы быть верными своим предвыборным обещаниям и самоотверженно работать на обновление Николаева, на процветание Украины единой и неделимой. Сам подпишу и предлагаю всем кандидатам подписать это обращение. Спасибо. Каким вы видите город Николаев в будущем? Я, честно говоря, давно задумался о том, каким должен быть город Николаев. И убежден, что будущее Николаева за развитием транспортно-логистического комплекса, за развитием промышленности и науки в городе. У нас для этого есть все возможности. Николаев, благодаря Господу Богу, размещен географически очень удобно. Через Николаев проходят транспортные магистрали и железнодорожные, и автомобильные, и авиационные. У нас большое портовое хозяйство. И если бы нам удалось сделать из Николаева маленький гамбург, с тем же IT-развитием, которое там присутствует, как ни в одном другом городе, я был бы счастлив. Вот таким я вижу Николаев в будущем. Спасибо. Итак, есть вопрос еще одного? Первое, что вы сделаете, когда вступите на пост мэра. Абсолютно согласен с Евгением, потому что все мы знаем, что самая главная болезнь, которая есть в Украине и в городе Николаеве, это коррупция. И победить эту болезнь можно только одним способом. Гласностью и открытостью. И для того, чтобы эту открытость обеспечить, в городе должен быть внедрен электронный город. Система, при которой любое решение городских властей будет видно Николаевцам. Любое письмо, подписанное городскими чиновниками, должно быть известно Николаевцам. И вот коллега Ситкевич, я думаю, поможет в решении этой практической задачи. Он специалист в этом деле. И вот с этого надо будет начинать. Аудит, понятно, любое дело начинается с аудита ранее проделанной работы. Это старт. Но следующий шаг, это все-таки открытость власти. Здесь я с Евгением полностью согласен.